Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор инка компании Zikmila. С вами я, Артур Идзятуля. Очередной ливень из казначейских облигаций прошел вчера в США, однако с каждым новым аукционом по казначейским облигациям инвесторы, похоже, все меньше радуются подобным явлениям. После согласования мер по фискальному стимулированию, которое заменовало переход будущего потребления, точнее, взятие взаимобудущего потребления и использования сейчас через налоговую реформу, через увеличение бюджетного дефицита, естественно, это привело к тому, что темпы роста предложения казначейских облигаций на рынке выросли. А это еще все обостряется ситуация тем, что ФРС повышает ставки, поэтому доходность по облигациям растет ускоренным темпом, и правительству все тяжелее выручать средства для финансирования дефицита через продажу у краткосрочных обязательств. Рынок принял свежую порцию облигаций с трудом переживывая, доходность к погашению была определена на уровне 2,21%. Это стало максимальным значением с мая 2008 года. Вот здесь можно видеть динамику трехлетних, динамику аукционов по трехлетним облигациям. Видно, что доходность, это желтая, она подскочила до самого максимального уровня, который вот как раз-таки, как раз-таки не его виден, его такого уровня не было на рынке с как раз-таки мая 2008 года. Среди других показателей также стоит отметить отношение прямых, косвенных инвесторов и дилеров, то есть того, какие участники рынка раскупили данные трехлетние облигации. Иностранные покупатели у нас не могут напрямую взаимодействовать с казачистом, поэтому они делают это через банки посредниками, и таким образом формируется косвенный спрос на облигации. На вчерашнем аукционе процент косвенных покупателей заставил 46,3%. Этот показатель у нас снижается. В августе это значение было равно 42,7%, и 6-месячная средняя была на уровне 48,1%. То есть у нас наблюдается тренд снижения, грубо говоря, иностранных покупателей. И это можно объяснить тем, что сжатие доллара ликвидности за рубежом, то есть вне США, она приводит к такой ситуации, что никто доллары спят давать не хочет за американские долги, держит их при себе, не возвращает на родину, и поэтому спрос на казначейские облигации, соответственно, снижается. Пока что вот развивающиеся рынки, они не готовы возвращать доллары на родину, а вот в частности Россия наоборот, допустим, избавлялась от облигаций казначейств для того, чтобы решить какие-то возможности свои проблемы с нехваткой долларов, и поэтому вот и наблюдается такая сейчас тенденция к снижению иностранных покупателей. Дилеры, они выкупили 43% от вчерашнего размещения, а прямые покупатели забрали всего лишь 10,7% в соответствии с историческими значениями. Важно отметить, что размещение, вчерашний аукцион у нас пришел именно на момент утродневного упадка рынка, в то время доходность 10-летних облигаций плавно поднималась и дошла до уровня до 0,97%, то есть практически до 3%, и практически синхронно с ней выросла доходность по 2-летним бумагам, то есть спредмежами практически не изменилась, осталась на уровне на 0,23%. Сегодня нам стоит обратить внимание на размещение 10-летних облигаций, 10-летних казначейских облигаций, пройдет в 5 часов вечера по московскому времени, это как бы более облигации, которые пользуются большим спросом и хорошо указывают на то вообще, куда пойдет доходность, какова еще ширина рынка, вообще размеры, сможет ли казначейство также беспрепятственно продавать свои облигации, финансировать дефицит без угрозы того, что из-за их действий доходность будет ускоряться, расти, и поэтому все менее и менее выгодным будет становиться финансирование госдолга США через дефицит. Что касается нефтяного рынка, то вчера у нас VTI подскочил до уровня практически 70%, он сейчас немного откатился, да, у нас подскакивает до 70%, затем откатился, произошло это как раз на такой некоторой комбинации новостей по прерыванию производства, перебоев в поставках на восточном берегу, в Мексиканском заливе США, также иранские санкции на нефть, они также повлияли на нефтяной рынок, и, естественно, данные от Американского нефтяного института, они вчера показали, что запасы у нас стремительным образом снижаются, вчера они снизились на 8 миллионов баррелей, при прогнозе всего лишь в 1,85, запасы мизина выросли, а 10 лет у нас упали. Это происходит сейчас потому, что как раз-таки перебои в поставках непогода, ураганы и дожди, они сейчас затрудняют производство и переработку нефти в самом большом ее регионе, в США, при этом подъемы сейчас экономические в США как раз-таки обуславливают такие высокие темпы в бане нефти из коммерческих хранилищ. В свою очередь, меньше запасов в американских хранилищах, это меньше возможности у американских производителей как-то влиять на нефтяной рынок. Для ОПЕК это, соответственно, устранение основного конкурента в виде американских производителей и большее управление рынком, а это, соответственно, может влиять за собой повышение цен, так как ОПЕК как раз-таки настроено на поддержание рынка. Вот такая нехитрая цепочка образуется, что дает возможность для нефти продолжить укрепление. Спот цены сейчас выше, чем фьючерсные поставки нефти. Это показывает кривая цены по ВИТ. Она говорит, что сейчас как раз-таки в настоящее время рынок испытывает дефицит, и поэтому поставки сейчас стоят дороже, чем поставки на более поздний срок. Франция и Южная Корея, в свою очередь, они прогибаются под давлением США, они отказались от иранской нефти. Это говорит о том, что часть иранской нефти уйдет с рынка, и это также будет внесет свой вклад в общий дефицит на рынке. Также проскользнула на рынке новость о том, что Россия и Саудовская Аравия заключают договор, возможно, заключат новое нефтяное соглашение, и это также позитивно отразится на нефтяном рынке. В интервью каналу BBC, глава банка Англии Марк Карни, он сделал такое интересное заявление о том, что финансовая система Китая сейчас представляет один из главных рисков для мировой финансовой стабильности. Причина – это повторение ошибок, которые привели к кризис 2008 года в США, это накопление высокого домохозяйств, неэффективные кредиты китайских банков из административного управления и высокого морального риска. Соответственно, кредиты под залог недвижимости, которую также никто не может выкупить, и другие дорогостоящие и неэффективные инфраструктурные проекты, они образуют вот такую долговую навесную от китайской экономики, которую ей сейчас предстоит разрешить. Сегодня китайский уайн продолжает уступать территорию американскому доллару, сегодня у нас даже немного откатился после роста до уровня 6,88, почти до уровня 6,88. Китайские власти пока предпочитают занимать пассивную позицию на угрозы администрации США, отвечая вот на эти угрозы, на то, что они ведут ответные меры, и таким образом стараясь минимизировать ущерб от данного противостояния, то есть не пытаться завлечь в США какую-то такую тяжелую схватку, не обострять противостояние. Промежуточные выборы в США, которые пойдут в ноябре, они сейчас являются одной из главных надежд китайского правительства, на то, что демократы захватят палату представителей смогут как-то препятствовать мерам, направленным на обострение торгового спора с Китаем. На сегодня у нас все, спасибо за ваше внимание, пишите ваши вопросы, ставайте комментарии, увидимся с вами в пятницу.